11.2. Общая продольная прочность. Общей продольной прочностью корпуса называют его способность выдерживать действия внешних сил, приложенных по длине. Продольная прочность рассчитывается аналитически или выбирается из информации, как по изгибающим моментам, так и по перерезающим силам, если нужно. 12. Для малых судов общая продольная прочность всегда обеспечена. Для судов среднего тоннажа длиной 120-180 метров прочность по перерезающим силам также считается обеспеченной, а наибольший изгибающий момент расположен в районе миддля, поэтому для таких судов контроль общей прочности только по изгибающему моменту на миддле. Обобщаю. Проверка общей продольной прочности заключается в расчете изгибающего момента и допустимого изгибающего момента относительно миддля, как наиболее опасного района с точки зрения сопромата и их сравнения. Если величина m изгибающая меньше или равна m допустимой, то общая продольная прочность обеспечена. Контроль общей прочности по изгибающему моменту можно произвести следующими двумя способами. 11.2.1. Оценка продольной прочности с помощью диаграммы контроля прочности. В этом способе нет необходимости считать допустимый изгибающий момент. Он просчитан для этого судна при различных вариантах загрузки и лежит на диаграмме в пределах двух лимитирующих прямых. ХОК. Прогиб в рейсе. Здесь литера S. СИ. И САК. Перегиб в рейсе. С той же литерой S. Маркировано красным. Пунктиром обозначены границы допустимых моментов на тихой воде, то есть уже на грани. Пи здесь порт. Пояснение алгоритм действий. В новой упрощенной таблице нагрузок рассчитывается дидвейт. Если есть, интерпционная сетка интерполируется за дифферент. 2. Рассчитывается сумма m изгибающего от груза и запасов, то есть сил дидвейта, только по оси Х и берется ее половина. Важно помнить, что координаты XG считаются от миделя, которые и в нос и корму положительные, со знаком плюс. То есть таблицу нагрузок надо будет просчитать заново с новыми координатами таблица 11.1. 3. На диаграмме контроля прочности по данным половина суммы момента и самого дидвейта находится точка пересечения А, пересечения двух прямых. 4. Прочность корпуса считается достаточной, если точка А лежит между линиями опасно перегиб в рейсе Хок и опасно прогиб в рейсе Сак. Согласно нашему рисунку, мы имеем перегиб Хок, но он в пределах допустимых значений. Если точка в результате расчета опустится ниже нулевой линии, будет прогиб Сак. В случае, когда вы окажетесь в пределах трафика P, порт, пунктирная граница, значит ваш изгибающий момент находится на пределе допустимых для тихой воды порта допустимых значений. За пунктиром уже недопустимые значения изгибающих моментов. Продолжение следует...